Не может он туда ехать уже по физическому состоянию, поэтому надо там по телефону дать указание Кадырову, какую гадость еще по Макрону там говорить. Но в мире всегда много событий криминального характера, политического характера. Очень много обсуждают вопрос, что какой-то молодой чеченец Франции отрезал голову какому-то преподавателю, потому что тот там надругался над Аллахом, над пророком Мохаммедом и вот решил он отомстить этому преподавателю и Макрон там в ужасе и защищает как бы этого преподавателя, что это вот ценности Франции и так далее. Но только-только еще атака очередная в Ницце, тоже там в каком-то церкви там отрезали голову кому-то и еще там ножом там патурнули там как пару человек еще и пару тоже как бы погибло. Ну это такая, как бы сказать вам, но события, которые есть. Есть экстремисты, они финансируются, вот как бы используют каких-то людей, чтобы свою агенду какого-то исламизма где-то там распространять. Мы знаем, что, скажем, в случае с палестинцами, скажем, атака против Израиля все время идет как бы финансовая подпитка, платят людям. Почему это не может быть в том числе и во Франции? Вполне может быть. Интересно, конечно, то, что как это отражается в мировой политике. Это уже очень интересно. Как видите, Кадыров тут решительно выступает. Вместо того, чтобы сказать, что ужас-ужас, что эти чеченцы там делают в Франции. Нет, наш Кадыров говорит, все правильно, это Макрон негодяй, тут он что-то не то говорит по исламу и так далее. Просто Макрон что-то такое говорил, что просвещенный ислам, нужен просвещенный ислам. Ну это просто какие-то слова. Нет, Эрдоган сообщает, что Макрон самошедший. А тут и Кадыров, что правильно, да, это ужас, что говорит Макрон. Хотя ничего ужасного, конечно, Макрон и не говорил. Но вот такие вот выступления. Ну что это такое? Ну понятно, что Эрдоган, конечно, крайне недоволен Францией, потому что Франция поддерживает там Грецию и вообще как бы они были препятствием того, чтобы Турция вступала в Европейский Союз. Может быть, если бы Макрона не было бы, они и вступили в Европейский Союз. Поэтому, конечно, они крайне недовольны Макроном и кричат по поводу этого. Что касается Кадырова, понятно, что он не стал бы ничего говорить, если бы не было бы заказа. Это явно заказ от Кремля, который тоже там хочет этого, проучить этого Макрона. Потому что, видите, все усилия получить того, чтобы Европа прекратила санкции, не удались. Вот Путин ходил даже уже таким больным, еле-еле, это Дуа Париж, на нормандскую встречу, чтобы встречаться с этим Зеленским, Меркером, Макроном. Но ничего, ничего не сделали, и санкции остались, и, конечно, Путин просто бешенствует в связи с этим. Потому что он очень больной, очень больной, а ему хочется еще наворотить еще какие-то дела быстрее. А тут Макрон и мешает. Конечно, это история, когда Владимир Владимирович поехал в Париж, вокруг этого до сих пор много обсуждения. Потому что это был первый раз, когда иностранные журналисты очень четко поняли, что Владимир Владимирович просто больной. И серьезно, он серьезно болен. Он ходит с пиатолетом, ему нужна помощь всякая, он не выдерживает уже какие-то длинные встречи и так далее. Он шатается фактически, не может ходить. Понятно, что, но что-то со всем человеком не так. Но теперь, когда он по полгода сидит в бункере и не уходит, это, конечно, говорит о том, что что-то там очень серьезное. Вы даже видите, что вместо того, чтобы стоять, он все время сидит как бы со столом. Это тоже указывает то, что есть там что-то, почему это так. И, ну, понятно, что его выступление все короче и короче, он не может долго выступать. Та же последняя встреча Валдайска, там видно, что он не прямо говорит о лайве, а это все нарезано там кусками, потому что он может выдерживать только какие-то там несколько десятков минут, а после этого надо какой-то отдых или надо его привести в порядок и так далее. Ну и маски. Он же на масле там какие-то построены огромные маски для лица, чтобы он выглядел как бы там здоровым или там хорошо. Но это все тоже как бы смешно, потому что это все очевидно, что мейкап президента, конечно, требует просто громадных усилий, чтобы вообще его куда-то показывать. Но, значит, тоже как бы серьезно это все, что там есть. Так что, да, Путин очень болен, но, тем не менее, пока он как бы руководит, он хочет влиять на какие-то события, а у него главное там голове кому еще пстить, кого там поставить на место и так далее. Но вот из бункера он попытается поставить на место Макрона, потому что уже наверняка сил на очередную поездку Париж на нормянскую четверку у него нет уже. Не может он туда ехать уже по физическому состоянию. Поэтому надо там по телефону дать указание Кадырову, какую гадость еще по Макрону там говорить. Вы смотрите АРУ ТВ Есть у меня одна большая хорошая новость и одна маленькая не очень хорошая. Большая хорошая. Нас уже почти миллион человек. В сентябре 2020 года число зрителей АРУ ТВ перевалило через отметку 900 тысяч. Это, конечно, очень здорово, очень почетно. Мы рады и гордимся. Новость чуть похожей заключается в том, что многие наши зрители жалуются, что не получают оповещения о новых видеороликах, о наших новых партизанских сюжетах. Вы можете спокойно решить эту проблему сами, без помощи со стороны дяди, деда и даже старца. Для этого вам надо подписаться. Просто-напросто взять и подписаться на канал АРУ ТВ. И тогда у вас в углу экрана появится такой колокольчик. И этот колокольчик будет звонить всякий раз, когда мы будем предлагать вам новое видео. А технически это делается очень просто. Увидите колокольчик, нажмите на колокольчик. То есть ударьте в колокол, я бы так сказал, как Герцен с Огаревым. Если вы ударите в колокол, то получите все уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!